Звук идет, тишина и начали. А, кстати, с днем рождения поздравляем, да? Это необычный выпуск «Орла и Решки». Это спецпроект «Орел и Решка. Неизданная со звездами», посвященный десятилетию любимой программы. Да, просто дебилизм чуть-чуть. Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Все, что осталось за кадром. Ой, сосочки набухли. Все, что было вырезано цензурой. Мы покажем вам 50 минут чистого эксклюзива. Еще больше звезд. Конечно, не такая красивая, как грудь у Седоковой, но… Еще больше «Орла и Решки». Со мной «Орел и Решка» может быть грязной версией какой-то. Олла! Олла, говорю тебе! Смотрите, какая ситуация. У нас бедная линия разваливается. Да, не выгребаем по бюджету. Новый ведущий в «Орле и Решке» – это всегда яркое событие. Всем привет! Я поздороваюсь. Прости, любимый. С днем рождения «Орел и Решка». С днем рождения «Орел и Решка». Желаем вам еще 10 раз по 10 лет. С днем рождения! Мы хотим пожелать открытых границ. И, конечно, секса вам придать. Ребята, с днем рождения. Поздравляем. Давай поджигай свечи. Давай вот так вот. Закрывай. Только начали вместе сниматься в программе и развелись сразу. Как ты там? Тональность? Начинаем подготчить и униваж. Давай все. Боже, была бы здесь моя бабушка. Им бы точно это понравилось. Почти не налажали. Мы подумали, почему бы десятилетие нашего и вашего любимого тревел-шоу не отметить с размахом. И пригласили на этот праздник целых 20 суперзвезд. Ой, извините, Верка Сердючка была с мамой. 21 суперзвезду. Итак, в юбилейном сезоне вместе с нами пировали. Артисты Comedy Woman Екатерина Варнава, Евгений Бороденко и Наденька Сысоева. Блогер-миллионник Ян Топлес и человек-провокация Александр Гудков. С нами зажигали мега популярные музыканты. Вера Брежнева, группа «Артик и Асти», Иван Дорм, Юлия Санина, Мишель Андраде, Анна Седокова, Коля Серга, Алексеев, группа «Литл Биг», Позитив, Надя Дорофеева, Владимир Дантес и легенда «Верка Сердючка». Пьем за юбилей «Орла и решки». Самой лучшей культовой программы. Они выступали на сцене 13 лет подряд. Я их сама так покрасила. Это стиль. Это андеграунд. Сняли десятки клипов. И дали сотни концертов. Но к «Орлу» и «Решке» их жизнь не готовила. Напали. Не хотелось бы сгореть. А мне же заставило сюда приехать. А где маршрутка? Или на такси? Иди ищи? Серьезно? На меня оказывают давление. Пожалуйста, освободите меня. Я думала, что это попроще будет. У меня колючка в ***. Блин! Больше никогда не нужно здесь бывать. Ну, у вас и работка. Для начала давайте просто поздороваемся. Всем привет. Мы группа «Литл Биг», Соня Таюрская. Илья Прусикин. И мы новые ведущие «Орла и орешки». С днем рождения. И что ты летишь? Вот мы тут снимаем. Мы в столице Иордании, Омане. Это все верно, но нужно не забывать, что я кот. Я здесь для того, чтобы помогать Наде справляться с испанским, она не знает. Я здесь… 5 минут, чуваки, и все будет нормально. Как вы поняли, мы не профессиональные ведущие, но сегодня нас пригласили стать… Открывайте новые карты, открывайте новые точки на… Давай еще раз. Триколь, вообще-то это не твой видеоблог. Оказалось, что пара простых фраз может победить даже бывалую звезду. Орла и орешки, будешь… Почему ты меня не слышишь? Потому что мне понравилась фраза, я не могу на себя адаптировать. Горы… Мы сегодня будем говорить и показывать вам неизведанную Португалию. Это же вообще-то мои слова были. А зачем ты вот это делаешь? А чего ты так сам делаешь прежде? Нет, это нормально. Ну не делай так, ты ужимаешься. Но забавнее всего было наблюдать, как маленькая монетка… А чего она такая грязная? …решала судьбу наших звезд. Кто будет у нас богатым, а кто будет нищим? Я не хочу быть нищим, пожалуйста. Ты думаешь, я хочу? Готова? Подожди, да. Если честно, немножко дрожат руки. А-а-а… А-а-а… Ха-ха-ха… Так что тут… За десять лет это были, наверное, одни из самых волнительных моментов. В чем мой секрет? Секрет в том, что я красивый, привлекательный и удачливый. Запрягай лошадей, кучер! Мы едем тусоваться! Так я бедный? Я просто не понял. Я только понял по ее эмоциям. Каждый раз наши звезды долго не могли поверить в то, что какая-то монетка действительно определила их судьбу на два дня. Это не честно! Там что-то подпилено. Это подстава, давай бросать нормально, давай. Это нормальная ли подстава никакая? Я все равно как богатый чувствую себя как бедный. А кто там гововякает? Богатый рот! Я буду скидывать тебе. Как золотая антилопа, ты говоришь, и изо рта валятся евро. Я умею жить бедно. Успокой его, что. Ну ладно, перестань. Бедным не так плохо. Слушай, перестань. Бедным не так плохо. Что дальше пойдет? На неделю на 100 долларов то еще можно выжить. Но не два дня, родные. На полтора хватит, а потом, ну, яблочком с мандаринчиком догонишься. В общем, если нужны будут деньги, звони, договоримся. А ты возьмешь с меня трубку? Я кину тебя бомжа. Перезвоним! Да. Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с Орел и Решка – это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все вместе с премиальной картой Мастеркард. Вот это уровень, вот это я люблю. Важно знать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. На съемках юбилейного сезона «Орла и Решки» с нашими звездными ведущими происходило столько всего, что в одну программу все не умещалось. Как раз для таких случаев и существует наше неизданное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернись на родинке. Встреча! Добрый вечер! Бон дия! Бон дия! Бон дия! Бон дия! Бон дия! Представь меня! Бон дия! Изведать неизведанную Португалию отправились Иван Дорн и Саша Гудков. Но вдруг кто-то их не знает? Гудкову хватило денег только на знакомство с местными бабушками, сжигание восковой ноги в храме Фатимы и ночь в квартире без отопления. Я как выжим в коне мертвом. А Ваня с безлимитной картой и в замке переночевал. И местный деликатес Миногу успел отведать. На еде экономить нельзя. Давай еще раз. Но ему все было мало. И он нашел еще одно странное развлечение. В университете города Коимбра, которое вы так и не увидели. Так что готовьтесь. Нет, я не на фестивале фанатов Гарри Поттера. Я стою напротив студентов Коимбургского университета. Говорят, что именно со студентов Коимбургского университета Джоан Роулинг скопировал образы своих героев из Хогвартса. Они носят свои черные мантии каждый день. И сюда я пришел для того, чтобы показать вам один неповторимый процесс. Процесс, который больше нигде не происходит, кроме как здесь, с этими студентами. Это праж. Это неофициальный процесс посвящения в студенты. И сейчас я его пройду. Для слабонервных лучше отойти от телевизора. Посвящение студентов Португалии – это старинная традиция. Когда старшекурсники издеваются над первокурсниками. Заставляют приседателя отжиматься лежа в грязи. Но иногда посвящения заканчивались трагедией. Восемь лет назад во время пража в океане утонуло шестеро студентов. По одной из версий они были связаны с Котчем. Что меня сейчас ждет? Одному богу известно. Ну что, давайте покуражимся? Пойдем, ребята! Процесс не для слабонервных. Но это еще лепесточки. Они меня сейчас пожалели, потому что я ведущий «Орла и решки». Так, ребята, я сейчас студент. Правильно? Да, партнер группы. Хорошо, спасибо. О, да, я готов. Что я делаю? Что, ну-ка, дай. Что, ну-ка, дай. С июм. С июм. Субтитры подогнал «Симон» 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 Внимательный зритель р… Оряй! Оряй! А вот и Вова 16 дублей вернулся! Пока на отцутый раз у них наконец не получалось! Здарова! Внимательный зритель подожди секундочку, «Орла и решки» уже тысячу раз видел все достопримечательности Иордании. Но я вам покажу кое-что такое, что вас явно удивит. Живую достопримечательность Омана. Я от тебя отвечаю. Все уже, наверное, привыкли, что ведущие «Орла и решки» то и дело забираются на огнедышащие вулканы… Завтра же увольняюсь. Что-то апокалипсис. Штурмуют раскаленные пустыни… Попадают всюду, особенно в глазах… Ныряют в глубины океана… И смело забираются в разные необитаемые дебри… Ай-яй-яй! Ух ты же пыль! С экрана все это похоже на идеальные приключения и работу мечты… Всегда мечтала быть на месте ведущих «Орла и решки»… Так думали и наши новые звездные ведущие… Я обожаю этот проект. Здесь можно тренировать все. Будь с ведущими «Орла и решки» это же круто! Это кайф! Пока смотрели «Решку» на своих теплых диванчиках… Рюкзак можно было наконец-то поменять? Ну серьезно… Куда мне под это… У меня нет ни одного цвета красного на мне… Орел и решка, работа мечты… Ага… Как я здесь провалил еще? Три часа ночи… Мы точно тут заходили… Никто не спит… Орешка не спит… Красота… Требует жертв… О! Я не понимаю, как ведущие «Орла и решка» спят в хостеле… Но для меня это только на один раз… Тут реально весь арсенал, чтобы меня убить… Вот… Любой маньяк такой… Средней руки… Придет сюда… О! Да тут… Даже своего не нужно ничего брать… Положил… Взял пистолет… Бензин… Тарелка с ножом… И все… И обедает Илюша… Здесь настолько опасное место… Что я вижу сразу… Десяток скал… О которых я могу разбиться… Не детская передача… Уже давно не детская… Господи… Меня заставляют есть… Вот это… Еще… Вокруг… Я вас… Я ненавижу вас всех… Реально… Все изменилось, когда они оказались по ту сторону экрана… Мы даже подумать не могли, что всего за два дня путешествий смогут обнажиться столько страхов наших звезд… Я сомневаюсь, чтобы я вообще пошел сюда, если бы не съемка «Орла и решки»… Просто… Около дома крокодила… Так неудобно получилось… Нет, я не пойду, посмотрите… Это крест… Наверное, здесь уже кто-то умер… Итак, наш небольшой топ звездных фобий… На третьем месте – высота… У меня страшная фобия высоты… В общем, вид супер… Душевное состояние оставляет желать лучшего… Я не думала, что я так сильно боюсь высоты… Ребята, как же я боюсь летать… Я… Боюсь летать… Мне страшно… Мне реально трясет… Мне очень страшно… Мам, нет… Это мы повернули… Ну как, поговори со мной… Я не могу… Мне безумно страшно… На втором месте нашего рейтинга звездных страхов… Оказалась… Глубина… Если со мной что-то случится… Муж, я тебя люблю… Мама, я тебя люблю… Бабушка, я тебя люблю… Сестра, я тебя люблю… Ой-ой-ой-ой… Как глубоко… Пожалуйста, можно остаться со своим страхом навсегда… Как страшно… Нет, пожалуйста… Я не могу… Это блин же… Я даже жука сажу… Я поем… Только, пожалуйста, не надо… Только не вода, блин… На первом месте оказался неожиданный страх… Наши звезды больше всего боялись живности, которая водится в этой глубине всяких морских гадов… Помните, в Панаме Ян Топлес прилетел на частном самолете на острова Ислас Секас? Там он решил поснорклить, чтобы увидеть кучу рыб… Слушайте, а снорклером я занимался… Я видел, да? Но не в таких диких местах… И меня это немножко напрягает, в общем… Здесь 760 видов рыб… Как обещают… И 33 вида акул… Вот оно где изобилие оказывается, да? Сейчас нырнем… Сейчас посмотрим… Тапочек слетает… Что-то страшное уже… Чуваки, я не буду… Я не буду столько… Я не буду столько… Я не вижу… Да видно, видно… Я не буду… Как я здесь увижу акулу… Только из-за того, когда она уже мне ногу будет обгладывать… Я не буду, честно… Это… Это стрёмно… В воде… Мне страшно за нее… Я слышал историю, как… Тилетнему немецкому мальчику откусила руку акула… Вот совсем недавно… В Египте… Все уверяли… Говорили, что нет… Нет… Здесь акул нет… Ага… У меня боясь, короче, акул… Я еле-еле мотаю ногами… И думаю, что… За мной кто-то подглядывает… Я отвечаю… Я чувствую, как за мной кто-то подглядывает… Ай… Ай… Фу… Листочек… И пусть я буду, короче, как… Взглявая девчонка… Вы сейчас скажете… Да ладно, что ты там боишься… Застал… Акул забоялся… Вон необитаемый остров… Сзади… Тоже… Мне плыв 50 метров… Когда у вас будет такая ситуация… Тогда и будете говорить… Хорошо? Вот это вот сейчас не нужно… Все мы там на диванах герои… Попробуй спуститься в свой страх… Ну что, ребят… Поздравляем всех вас с боевым крещением… Спасибо вам, Орел и Решка… Целую ночки… И ручки… Что там можно… Не надо мне туда их кидать… Нет, нет… Аааа… Да давай, держи ее собака… Давай… Нет, нет… Я не буду… Я не буду ее брать… Я не буду… Смотрите, она… Она ненавидит меня… Я ее поймал… Я не буду брать ее в руки… Нет, пацаны… Все… Земля… Земля… Америка… Папа… Я в рот… Со своими вертолетами… У меня… Сердце чуть не выпрыгнуло… Я думал, что у меня будет сердечный приступ… Больше… Больше никогда… Спасибо, Орел и Решка… Мы пошли… Гриза не сделали… Никогда не поверила, что скажу это… Всем привет… Всем привет… Всем привет… В девятом выпуске «Орел и Решка 10 лет» Надя Дорофеева и Вова Дантес отправились в путешествие в столицу Иордании – город Оман. Скромную Надю Дорофееву было не узнать… Она тратила деньги на ламборгини… Вертолеты… Шипы… Двухэтажные люксы… Дорогие экскурсии к бедуинам и чудесам света… Орел и Решка! А Вова… Просто вот стою и завороженно смотрю на каждую… Ну класс… Ой, я не договорил… На каждое изделие я тупо… Именно выключился… А Вова спустил почти все свои деньги Наде на подарок… Люблю ее… Люблю ее… Но кроме этого он успел побывать в одном потрясающем месте – древнем городе Джераш, который мы так и не показали… Это огромный город времен греко-римской культуры. Однажды землетрясение разрушило практически полностью этот город и закопало под огромным слоем пыли и песка на тысячи лет. Ну вот его откопали и теперь с удовольствием за 15 долларов пускают туристов. Я этим воспользовался. Сразу скажу – это место для любителей древности. Если вы в их числе будете ходить с раскрытым ртом… Ну, слушайте… Считается, что Джераш основали 2300 лет назад солдаты Александра Македонского. Из-за ранений они не смогли продолжать поход и остались здесь – сторожить свои трофеи. Потом за греками пришли римляне и добавили своего. Строили с размахом и сразу на века. Джераш похож на каменный лес, где вместо деревьев колонны маленькие, колонны средние и колонны гигантские. Центральная площадь Джераша. Или как тогда она называлась – Форум. Именно здесь проходили все главные события и принимались важные решения для жизни города. Вот, например, ворот. Вот, например, арка Адриана. Была возведена в городе по случаю визита римского императора Адриана. Ипподром. Эта арена была длиной 245 метров и могла вместить в себя 15 тысяч зрителей. Здесь проходили гонки на колесницах и предположительно это все было где-то 2 века до нашей эры. А, ну и как же без театра. Вот он. Построен таким образом, что ходит легенда, если ты будешь находиться в любой точке этого амфитеатра, а со сцены будешь что-то говорить, то ты это услышишь, даже если это говорить шепотом. Что, проверил? Иди наверх. Я буду отсюда говорить. Слышишь меня? Отлично. Теперь выше иди. А если так? Слышно? Так слышно, реально. Не, понятно, что вам слышно, я же петличку говорю. Я же микрофон говорю, конечно, там слышно, а он в наушниках стоит. Ну, давай. Олег! Так ты можешь не кричать, я слышу. Давай шепотом скажу. Отвернулся от тебя и скажу. Наш эратор Олег. Олег, если тебя слышишь, я сейчас выгорнусь и не вернусь. Не слышно было? Хорошо, если я так буду говорить. Вот так слышно, да? Типа полушепот должен быть. Хорошо. Hello. Ну, реально прикольно. Мне нравится этот звук. Здесь ходишь и чувства, как будто ты в микрофон говоришь. Я бы здесь дал концерт. Может презентацию альбома провести здесь? Я рад приветствовать вас на юбилейном выпуске юбилейной программы Орел и Решка. Можете не аплодировать, сидите, не вставайте. Что наша жизнь Игра Ой, у меня сопля вылетела. Удивительно это место. Гуляешь по древнему Риму, а слышишь пение Муэдзина, который зовет в мечи. И это еще не все странности. Что? Подождите, здесь фрукты продают, здесь волынка в арабской стране? Нет, играет офигенно. Но почему волынка? Круто! Ну круто! Я не ожидал, что я вот где-где, но в Биордане встречу волынку. Ухуааааааа ахх-хааа. Хуах-хуах-хааха Чире у Бого wzglет – два веселых Гуся, один Серебряк с другой Белый – два веселых Гуся! Уххххххххуур хууууаааа Уххххххх В этот уикенд со мной моя премиальная карта Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Ой, ты лапулька. Привет. Пойдем со мной. Ни один ведущий «Орла и решки», даже если он суперзвезда, не увернется от общения с пушистыми, пернатыми, хвостатыми местными жителями. Мне очень нравится. Класс! Оппапапа, здорова! Здравствуйте, это я и мои барселонские друзья. Это Хосе. Игуана Островская. Нет, не называется. Это Матильда. Игуана Тодоренко. Это Фиона. Игуана Бадоева. Блин, да, это Игуана Бадоева. Борис, мне похоже. Как ты, Игорек? Не обижают тебя тут. Давай, садись на руку. Братан, реально так будет быстрее. Своими маленькими ножками пока протопчешь путь в люди. Вера Голубятница. Стоило только на горизонте показаться какой ты животинке и все. Стоп съемки. Ведущий сюсюкается. Мой малыш. Какой красивый. Собаки. Собаки. Я для своей публики всегда своя. Давай вот сюда. С этой стороны. Асюха. Хорошенький. Она почти жива сейчас. Ребят, я нашел владельца этой улицы. Посмотрите, судя по всему, по размерам этот кот держит все здесь. Это насуха. Местное животное. Оно хочет кушать. Сейчас. Да, да, бери, бери. Двумя лапками, двумя лапками. Как вообще, смотрится неплохо? Так, давай ты слышишь, не сари там особо. Но взаимная любовь возникала не у всех. Все, все, все. Немного! Бугайну чайку, милое дело. Это же те же крысы, только с перьями. Привет. Говоришь по-русски? Я была испанела, Раша. А ты не любишь, да, женщин, да? Я не с тобой разговариваю. Да помолчи. Да помолчи ты. Мы пишем контент. По праву, эта рыба обладает самым смертельным поцелуем. Она присасывается к телу любого животного и медленно начинает высасывать всю энергию из нее. Октопус. Боже, какой же ты вкусный, ты бы знал. Сейчас бы тебя на гриле так. Я бы съела его за недельку. Все, жучок, мы тебя сожрем. Фу, какое неуважение, господин пингвин. Он только что покакал на руку. Спасибо большое. Увидимся на столе. Но самые близкие отношения сложились с животными у Артема из группы Артик и Асти. Я тебя боюсь даже больше, чем ты меня. Ой, блин, что-то он нанюхал. По-моему, он сейчас нас примет за еду. Сматываемся. Видите, я уже мокрый весь. Саня, какие-то странные звуки. Птичка какая-то. Вон там. Видишь? Смотри, как он на меня смотрит. Чуть не откусил мне палец. Короче, я хочу сделать одно заявление. Пусть это раскроет все тайны программы, но... Если вы думаете, что у меня как-то вообще страшно, я просто чуть-чуть переигрываю, показываю, что как-будто мне страшно, я там боюсь их кормить. На самом деле все же понимают, что я ничего не боюсь. Это не страшно. Это был просто куст. Всем привет, мы группа Little Big, Соня Таюрская, Илья Просикин и мы новые ведущие. Еще раз. Ты что, забыл? Все, все, все. А сейчас подъехала неизданная из Атланты. Помните, там мы оказались вместе с группой Little Big? Это Орел и решка в Атланте. У-ху! В программу не вошел сюжет о том, как Илья Просикин приехал в одно легендарное и таинственное место. Есть такая штука, по которой богатые американцы сходят с ума. Это ретрокары. Но мы приехали не просто посмотреть на ретрокары, мы приехали на кладбище ретрокаров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю. Сомнительное удовольствие, но давайте посмотрим. Прямо посреди леса, недалеко от Атланты, ржавеют четыре с половиной тысяч винтажных авто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этому месту уже более девяносто... девя... девяносто. У меня губы замерзли, знаешь, уже как бы девя... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этому месту уже более девяносто лет. А владелец этого кладбища скупал автомобили для разборки. А кузова оставлял просто в лесу. Вот так и получился этот музей ржавой... Большинство машин уже и на машины не похожи. Какие-то бесформенные куски ржавчины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще и присыпанные сосновыми иголками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут можно найти всех, кем гордился американский автопром. Доджи, пантеаки и Форды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть и любимая тачка всех хипстеров. Бусик Вольцваген. Вон там школьный автобус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И старый фургон, в котором когда-то продавали мороженое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но одна из самых популярных машин здесь – это Форд. 1940 года. Он снимался в фильме «Убийство в округе Коллита» с Джонни Кэшем и Энди Гриффитом в главных ролях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас с этими тачками ничего уже и не сделаешь. Выгоднее сюда просто пускать туристов за деньги. Хозяин кладбища так и сделал. Мы заплатили 40 долларов для того, чтобы просто посмотреть на гниющие автомобили. Да, это автомобили 60-х, 50-х, 20-х годов. Но! Это свалка! У меня возле дома есть свалка. Но я же не беру за это деньги, ребят! Привет всем! С вами Орел и Решка. Это Юлия Санина. И Никита Алексеев! Ура! Ну что, споем? Микро-пауз сделаем или нет? Это была микро-пауза. Это была микро-пауза. Это была микро-пауза. В пятом выпуске «Орел и Решка. 10 лет» Юлия Санина и Никита Алексеев провели свой уикенд в Колумбии на родине самого опасного наркоборона в истории Пабло Эскобара. В городе Медельине. В первый день Юля взяла тур и побывала в самых знаковых эскобаровских местах. Доме, где убили Пабло. Кладбище, где он сейчас похоронен. Именно вот здесь похоронен Пабло Эскобара. И даже взяла интервью у родного брата Эскобара. Я считал деньги, которые поступали к нам со всего мира. Но Медельин славится не только Эскобаром. И на второй день Юля арендовала вертолет и полетела к скале Эль Пиньоль в поисках экстремальных развлечений. Но в программе вы увидели не все. Я считаю, что я не экстремальный человек. Острых ощущений мне реально хватает на сцене. Я никогда в жизни не прыгала с парашютом, банджи-джампинг. Но в этой поездке все новое для меня, поэтому я попробую сегодня новый вид спорта. Это гидродельтаплан. Тот же дельтаплан, но взлетает он не с верхушки горы. А запускается с поверхности воды. Платье оно такое, не идите, если вдруг что. Я гусеница, в смысле, буду бабочкой сейчас как гусеница. Ему точно можно доверять, ребят. Все нормально будет, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это здорово, это спокойно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, летать на вертолете гораздо пафоснее, но на дельтаплане впечатлений в триста раз больше! Я чуть голос не сорвала от счастья! Полет длится 20 минут, а потом гидродельтаплан не приземляется, а приводняется. Я жива! Я жива! В общем, после такого экспириенса хочется чаще, я не боюсь высоты. Почему я раньше не пробовала такие штуки? Я не понимаю. Это был кайф. Реально, страха не было. Я сама была уверена, что мне будет прям сильно страшно. Но нет. Это было сильно красиво. Ну, может, Вера длится, просто его подвинься. Давай, покажем. А я еще могу! Давай, еще, еще. Самым приятным моментом после всех испытаний была встреча со своим другом по несчастью. У меня еще страшно. Ура! Боже, привет! Гуд коф! Ааа! Ты че че потаришь? Ааа! Ты ж мой хороший! Наконец-то! Ура! Наконец можно было пообниматься и поплакаться. Соскучился? Да, да. На самом деле, ну, нет. Боже мой, как я по тебе соскучил. Бля, ты моя любимая слава. Как я рад, что ты жив, а то жду. Ты из Гогвартса, подожди к ней. Да, боже, ты ел. Наташа, спасибо, что живой. Да, все хорошо. Я тоже скачу. Привет! Мы очень рады, что теперь в нашей Орел-Решковской семье стало на 21 ведущего больше. У-у-у! У-у-у! Пау-пау-пау! У тебя реально блестят глаза. По-моему, ты в восторге. Да, да. Мне все очень понравилось. И вообще, я могу смело сказать, что это мое лучшее приключение в жизни. Я за тебя рыбу сосал. Какую рыбу, боже! Нормальную, соленую. И это бесплатно. СМЕХ Это я. Вау, очень круто. Ты что, меня не узнаешь? Я узнаю. Ну, здесь как минимум на два размера этих. Наконец-то от безопасности. Офигеть, я в шоке. Прошло всего лишь два дня, но ты опять уходишь с точки. СМЕХ Можешь вообще ничего мне не рассказывать. Я знаю, как все было. Как было? СМЕХ Ты вообще никак не показал город. Ты постоянно много шутил. И, скорее всего, дофиги… Давайте еще раз. СМЕХ Вот им радость. СМЕХ Говорил. Я это повторял последние часов пять. СМЕХ А над нами же Вера издевалась. Я бы вот, может быть, даже и продолжила бы, поехала бы дальше. Возьмите меня, пожалуйста, ведущей в решку. Я могу. Друзья, несите контракт. Пам-пам. Наш первый выпуск «Неизданного со звездами» подошел к концу. Но это еще не все. Уже совсем скоро ждите новую порцию смешных моментов, эксклюзивных кадров и удивительных историй со звездами, которые не попали в эфир. Все это в нашем втором, звездном, неизданном выпуске «Орел и решка. Десять лет». Это вам не тот волшебный «Орел и решка», который всегда показывают. Нет.